Впервые с августа 2016 года доллар превысил отметку в 67 рублей. Российские, а вслед за ними и алтайские аналитики, прогнозируют дальнейший рост иностранной валюты. Правда, ожидать резкого скачка, как, например, осенью 2014-го, все же не стоит. Если доллар и вырастет, то еще максимум на 5-6 пунктов, уверены эксперты. Нынешний скачок от доллара, напомню, стоит уже более 67 рублей, связан с информацией о возможных санкциях в отношении России. Якобы эти меры, как заявляют по ту сторону океана, будут призваны изменить поведение Москвы. Предположительно, новый пакет санкций начнет действовать с 22 августа. Это решение связывает с инцидентом в Солсбери, где еще весной неизвестно отравили эксполковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Как известно, Вашингтон и Лондон обвинили в этом Россию. Именно на заявление о санкциях и отреагировала биржа очередным падением рубля по отношению к евро и доллару. Впрочем, таким колебанием подвержена не только отечественная валюта, уверяет наш эксперт. Упали и турецкая лира, и аргентинская песо. Уровни, повторяю, это не мой прогноз, это прогноз консенсус аналитиков. Где-то на уровне колеблется 71-73 рублей за доллар. Что касается более долгосрочных прогнозов, здесь загадывать очень сложно. И какие уровни, так сказать, возьмет рубль зимой и весной, я просто не берусь. Где-то прибудет, где-то убудет. Убудет в основном у населения, убудет вот по тем каналам, которым я сказал. Это в основном повышение налогов, это рост цен и другие, так сказать, то, что мы, собственно, уже и наблюдаем.